Добрый день, мои уважаемые подписчики и зрители моего канала. Вкратце хочу показать, какие лилии у меня сейчас цветут. Вот, посмотрите, какая красавица. И вот хоста будет зацветать. Крупные будут видно у нее цветы. Вот как зацветет, покажу. Смотрите, какая гортензия. После дождя опустилась, опасно поднимать. Если поднять, то все цветочки могут у нее попросту обломаться. Но я уже ее не трогаю. Посмотрите, какая красота. Какие шапки огромные. Вот, поглядите, какие огромные шапки у нее. Но они были больше у меня в прошлом году, потому что я меньше оставляла веток. Конечно, надо меньше оставлять. Но посмотрите, ой, ну красота вообще неописуемая. Видите, как упала гортензия. Посмотрите, вот цветут лилинии. Не видно совсем из-за вот этих высоких цветов. Так, там еще у меня. Вот розочка снова расцвела розовая. Красавица, друзья. Красавица. А вы посмотрите, какая здесь прекрасная хоста у меня. Огромная, прекрасная. Ее закрывают цветы. И она поэтому сильно не выгорает. Ну, здесь я, конечно, прикрыла. Надо включить фонтан. Здесь я прикрыла ее. А то, что она уже была сгорела. Пришлось повесить тюль. Иначе горят хосточки. Очень жалко. Они сейчас цветут. Замечательно. Вот, вот еще цветет лилейничек. Посмотрите, какая красота. Теперь он будет долго цвести. Там у него много мутончиков, как видите. Так же вот цветут у меня. Киноцея. Посмотрите, какая красавица. Вот уже выгорело. Видите, на солнышке. Это только вот которые распустились. Какая красота. Киноцея. Рудбекия цветет. А это вот забыла название цветка. Он уже давно цветет. И долго цветет. Распускается. Вот пушистенькие делают цветочки. Питуньки еще цветут. В емкостях надо полить. После дождя два дня прошло. А быстро сохнет емкость. Вот распускается у меня гладиолус. Георгиенки. Красота. Ну, горят на солнце. Горят. Очень жарко у нас. Так, сейчас пойду покажу вам там еще, что у меня расцвело. Смотрите, какие прекрасные цветут флоксики у меня. Замечательные. Вот это же я вывела сначала из семян один кустик. А потом вот рассадила. Вот видите, только эти флоксы у меня хорошо себя чувствуют. Вот. Тут гортензия. Гортензия здесь тоже древовидная. О, посмотрите какие. Вот действительно шапки. Но она уже, как видите, теряет цвет, потому что уже давно очень цветет. Вот. Вот. Тут тоже вот у меня... Вот это... Тоже какие шикарные. Посмотрите. Зелененькие. Вот тут как-то их солнце тоже сильно не трогает. Потому что кусты везде. И они, как видите, шикарные такие. А вот возле фонтанчика почему-то очень быстро они у меня сгорают. Ну. Может еще и потому, что густо сильно. Хоть я и рассаживала в этом году. Так. Пойдемте. Вот дельфиниум уже отсвели. Вот тоже флоксы. Эти же мои цветут. Посмотрите, какая красота. А покупные пропали все. Вот видите, что делается. Либо какое-то на них напало заболевание. Не знаю. Пропали. Неустойчивые. Так. Вот лилии цветут еще. Посмотрите до сих пор. Какая красота. Расцвели новые. Вот они. Красненькие. Розы цветут. Вот сколько расцветет лилии огромные. Пока еще нету. Лилейник вот еще этот цветет. У него очень много. Вот сейчас он как-то по одному цветет. А когда много распускается, тогда очень красивый куст получается. Так. Хиноцеи кругом у меня цветут. И хиноцеи. Вот тоже поглядите, какой будет огромный. Огромная лилия какая будет. Огромная. Вон мои розы красавицы цветут. Замечательно. Вот хиноцеечки. Красивые. Очень красивые. Вот вчера еще раз цветал лилейник. Но уже, как видите, он быстро. Сутки и все. Потом пропадает. Вот будет два сразу распускаться. Три даже распускаться будут сразу. Вот еще один лилейник будет. Тоже, кстати, полный. Но посмотрим, какой он будет цвести. Вот лилейник вчера два расцветало. Вот это был первый. Два вчера расцветало. Сегодня еще будет цвести один. Ну, как видите, эти клематисы все отцвели. Но они будут еще цвести попозже. Второй раз. Питунечки красиво цветут. Роза желтенькая. Посмотрите, какая мини-роза. Цветет все лето. Бесперерывно. А, кстати говоря, хочу сказать. Зацветут скоро. Сейчас уйду. У меня вот, посмотрите. Бесперерывно. Лететь. Беечки. Ой, посмотрите, сколько бутончиков на ней он будет свистеть. Ну, так самое интересное, что только здесь. Кстати, с ней рядом сажала я еще колокольчик. Ну, так он плохо что-то растет здесь. Я в царапе не посадила, чтобы он не горел. Но растет плохо. Может, к осени подрастет. Пока нету делов. А кобеечка здесь замечательно себя чувствует. Ну, прекрасно себя чувствует эхиноцеи, конечно. Прекрасно сейчас чувствует. Вот, в емкости прекрасно чувствует себя питунечка, гергиночка. Вот, пожалуйста, еще флокс у меня где-то цветет. Вот эти флоксы хорошо себя чувствуют, как видите у меня. Вот они лилии. Две. Одна вперед расцветала. Это вторая. У меня был раньше букет огромный здесь. Но они разложились на мелкие. И вот как бы пропали. А потом, видите, опять возобновление идет. Вот, розы. Друзья, вот распустились. Теперь уже букетом розы. То по одной были. Теперь вот посмотрите, букетом. Вон, наверху там красавица. Мне эта роза так нравится. Она просто красавица, друзья. Посмотрите, какая красота. Красавица. Так, что еще у меня новое расцвело? Сейчас покажу. Вот лилии расцвели. Ну, быстро горят. Тут же сгорают на солнце. Тут же. Тут же горят на солнышке. Розочки вот тоже распустился букет. Посмотрите. Распустился. И все, уже обгорел на солнце. Очень быстро. Очень. А вот там еще лилии. Сейчас покажу. Шампань. Вот это шампань у меня раньше была по всему огороду. Вот. Обратите внимание. Вот какие, какие. Были очень крупные. Ну, все это дело надо пересаживать, рассаживать. Ну, когда мне этим заниматься? Я их так оставляю, а потом рассыпаются сами. Это вот будлея Давида. Что-то в этом году у нее слабенький. Этот. Ну, я ее прищипнула. Еще надо поприщипывать, чтобы был вкус такой не сильно высокий. Тогда у него будет обилие цветов. Вот. И это. Будет пышненький. А то он сильно вытягивается. И получается не пышный. Но метелки у него, конечно, как у сирени такие. Это белый. Были у меня и другие цвета. Но пропало все. Вот один он остался. Вот ему уже 5 лет, между прочим. Вот прищипывать надо. Тогда он красивый получается. Вот так вот, друзья. Вот лилии цветут. Вот, посмотрите. Красный. Ну, это мелковатый лилии, конечно. Ну, вот. Отцвел уже все. Посмотрите. Остались только немножко цветочков. Это теперь пойдут расти новые побеги. Начнут расти новые побеги у этого клематиса. Потом он зацветет. Это будет где-то, может быть, к августу. Но уже цветочки будут не очень крупные, конечно. Надо подкормить просто, взять его. И, может быть, тогда будет хорошо. Это тоже клематисик, как видите. Но у него, как видите, он осыпается. И тут же новые у него растут цветочки. Тоже надо подкормить. Вот. Потому что, ну, в этом году очень жаркое лето с самого июня. Обычно у нас в июле. Жара это в июне. Вот, посмотрите, клематис до сих пор белый цветет. Ну, красавец. Ну, красавец. Ох, как он мне. Вообще прекрасный. Прекрасный. Но здесь вот скоро расцветет еще один, который немножко у нас, у меня как бы пропал. Я думала, думала, что все, уже делов с него не будет. Вот. Ну, что-то надо придумывать на зиму. Что-то делать так, чтобы... Дело в том, что он, скорее всего, вымокает. Вот, вложила я шифер. А под шифером влага собралась и льдом покрылась все. Поэтому надо что-то придумывать по-другому. Ну, вот тебе эндербургская. Ах, ты какая красавица. Ох, и красавица. Это тоже. Ох, и классно цвел. А потом будут поединичные цветочки. Вот. Так что, вот это растение, что розовое... Все забываю, как оно называется. Это растение, я выписывала его по интернету. У меня в другом месте они росли эти клематисы, уже дома. Но потом мы пристройку сделали, и, конечно же, все уже по-другому стало. Там он хорошо этот цветочек розовый себя чувствовал. Он далеко рос от клематиса, и у него простор такой был. Надо его куда-то посадить возле забора. Он на зиму не вымерзает такой, не боится. Вот посажу где-нибудь возле сетки, около соседской, и пусть растет. И он будет сам себя прекрасно чувствовать, никто ему мешать не будет. Он очень сильно разрастается. У него кругом, кругом. Вообще все заполоняет его побеги. Он осыпается от этих... Вот клематис тоже, видите, везде попадал. Ой, сейчас только вообще у меня... Я думала, что только весной мало времени у меня. Нет, ну и вот сейчас очень мало времени, и закрывать надо, и все. Так, это георгинка такая. Ну, пока не растет. А вот здесь, посмотрите, какой прекрасный букет. Ну, здесь тоже горит на солнце. Вот так что, все на солнце выгорает, друзья. У нас солнце, ну, не солнце, а пекло, настоящее пекло. Даже если тучки, и то стоит такая духота, вот, ну, нечем дышать. Такое ощущение сейчас остановится в сердце. Ну, если больше 40 градусов тени, что вы хотели. Ну, понятно, все горит. Тут просто спекается все на солнце. Давайте еще в саду посмотрим, что у меня в саду здесь. В саду, значит, тоже лилии цветут у меня. Вот. Ну, эти уже все тоже, вот, посмотрите. Видите, просто-просто сгорают листочки, сворачиваются от жары. Вот у меня были и красные, и желтые. Я их по всему огороду посадила, потому что было очень много лилии. И соседям давала, и когда рассаживала, и вообще их столько было много. Но зато посмотрите, какая красавица георгинка. Сейчас подойдем поближе. Немножко. Чуть-чуть поближе. О, тут уже помидорчик у меня в емкости. Поглядите, какая прелесть. Вот сейчас посмотрим здесь. Друзья, вы только посмотрите, какая красота. Вот видите, от солнышка далеко. Сидит он в тенечке. Вот. И, ну, естественно, у него тоже шлисточки, как это, прожили, сколько времени. Поглядите, какая красота. Очень красивая. Надо будет собрать с него семена. Это семян, кстати говоря. Да, вот помидорчики. Посмотрите, уже какие в емкости. Прекрасно. Так, здесь еще у меня вот цветочки, друзья. О, вот, видите, надо пересадить. Тут их много корней. Надо пересадить в емкость в комнату. Ох, как мне нравятся эти цветочки. Красавцы. У меня белый такой на окне стоит. Чисто белый. А здесь вот, видите, розовый с середочкой, с такой темной. А это вот многолетние фиалочки. Некрупные. Они многолетние. Так, что дальше? В емкостях пока здесь ничего не цветет у меня. И на жаре горит все. Горит, не знаю, что перенести, взять эти емкости надо, наверное. Вот в этой емкости замечательные. Флоксики себя чувствуют прекрасно. А вот еще тоже, вот видите, елочки цветут. Питунька замечательная. Кстати говоря, выросла дыня здесь сама по себе, друзья. Ну вот я не знаю, либо в грунте была, я не знаю. Дыньки везде повсходили, сами растут. Это не арбуз. Арбузы не всходят сами по себе, а дыньки всходят. Ну, флоксики я вам хочу сказать. Ой, как я люблю флоксики. Вообще, я всегда говорю, люблю ту, люблю. Я все люблю, друзья, честное слово. И любой цветочек для меня вообще чудо. Вот посмотрите, какие питунечки посадила. Сажать было негде уже там. Раньше я цветники сажала и мелкие у меня по краям были. А сейчас все позарастало. Так, друзья, что хочу сказать, пока рядом стою. Вот посмотрите, из малин что принялась. Вот эта вот малинка принялась. Поглядите, даже с ягодой, как видите. Хорошая ягода, надо сказать, длинненькая. Вот я здесь ее пущу. Ну, там вот правда одна. Вон там у нее есть отросток небольшой. Может, что будет. А здесь пошел отросток и завял. Не знаю, что случилось. Здесь то же самое. Было на стволике. Стволике малина. И пропало. Все, нету, нету. Вот вам, пожалуйста. Вот осталась вот эта малинка пошла расти. Замечательно. Вот эта малинка пошла расти. Это что у нас за носорог малинка? Это у меня феномен. А пропали что? Пропали, скажу. Гигант московский. Ну, может быть, еще отойдет. Не знаю, но нету пока ничего. Таганка пропала. Вообще даже никакого отросточка нету. Ну, вот те вот целые тут. Что за малинка у меня сейчас скажем. Гордость расти. Ну, посмотрим. Хвалят, что хорошая. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ну ладно. О цветах давайте пока поговорим. Так, друзья, ну вот питунька у меня здесь. Ну, ей здесь не повезло. Здесь самое пекло. А, вот забыла же, что у меня еще вот здесь цветочки тоже. Вот, питунька. Это огромная питунья. Посмотрите, какие огромные красавицы. Вот с них, кстати говоря, можно собирать семена. Вот если зародятся эти, то я соберу семена. А это такие вот сухоцветы сажала здесь. Ну, они что-то... Сухоцветы не любят влаги. А я же поливала без конца малину. Ну, и она, конечно, они, конечно, не очень вот, видите, какие. Там он питунька еще маленькая. Цветит. Так, друзья, пойдем дальше. Тут вот у меня под деревьями питуньки. Уже вот какие, видите. Они и флоксик даже вот один тут у меня оказался. Здесь вот сажала гвоздичку. Ну, не знаю, зацветет, наверное, на следующий год. Вот она и там еще. А, а здесь цвета у меня аж этим. Забыла название. Те же цветы. Все их хвалят. Ну, я, честно говоря, такую вещь не люблю. Я люблю, чтобы цвело. А оно может зацвести, может погибнуть. Все, что хочешь. Так, ну ладно. Георгины вот тут у меня поразрастались. Вот скоро позацветают бархатцы высокие у меня. Сажала для капусты вроде бы. А получилось так. Это вот невесточка цветет вся. Так, друзья. Ну, давайте пройдем там дальше. У меня еще есть цветничек маленький. Вот посадила здесь цветы, которые, ну, уже негде было сажать. Ну, я уже не знаю, куда было. Вот тут рядом, видите, с моей огуречной, с огуречными грядками. Вот посмотрите. Какие прекрасные флоксики. Красавцы, просто красавцы, друзья. Ой, какие все такие красивые однолетние флоксы. Я вам скажу. Вот звездочками, которые. Вот малинового цвета. Посмотрите, ну красота. Это георгинка. Вот желтенькие. Ой, ну вообще. А тут... А вот это что за какая прелесть? Вы посмотрите, какая прелесть. Так, тут у меня астры. И вот еще флоксики. Посмотрите, какие красивые. А вот это что? Обратите внимание. Ой, ну вообще красавцы. Ну, вот здесь вот у меня. И вот тут еще небольшая грядочка. Тоже цветочки. Тут у меня питунечки. Вот такие дела. Полить надо. Вот два дня назад был дождь. Все уже, все опять, все свернулось. Тут же дождь прошел, тут же все выжарило, тут же все выпекло. Вот так, мои друзья. Я вам показала коротко цветничок свой. Спасибо, что были со мной. Если понравилось видео, ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания.